Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Господь послал меня в Магадан. И там брат, который был ответственным в тот момент, он попросил меня приготовить валенки, потому что должны были ехать с ним в Устемчук на служение на три дня. И он сказал, что там мороз под 60. Я валенки не приготовил и подумал так, тот Бог, который хранил меня от мороза в Москве, тот Бог будет хранить меня и от мороза в Устемчуке. Когда мы поехали в Устемчук, это приблизительно 400 километров от Магадана, сколько я помню, там все было как в сказке. Вокруг деревья во льду, все в снегу, все белое-белое, только в сказках я это видел. Очень интересно было там. И мороз упал до 13 градусов. У людей с носа начал течь кровь, потому что они не привыкли к такому теплу. Я там встретился с верующими. Там было две случаи, которые я хочу сегодня как бы этими историческими событиями делиться с вами. Потому что у меня тоже появился тогда как бы духовный опыт в этом плане. Очень интересна духовная жизнь. Никогда, никогда духовный человек не может хвалиться своей практикой. Многие говорят, практика, практика. Однако практика это ничто. Ничто. Почему? Потому что именно человек должен двигаться Духом Божьим. Именно Духом Божьим. Приходит такой момент, когда ты 10 раз проходил тот же самый путь, но в 11 раз там совершенно другая ловушка, совершенно другое войско дьявола, совершенно другая атака. И вот тот опыт, который ты имел в твоей жизни, не проходит там. Не проходит. Это совершенно другой бой. Это совершенно другая опытность. Поэтому нельзя никогда полагаться на свою опытность. Нужно всегда полагаться на Господа. Что я и делаю, и никогда не хочу надеяться на эту опытность или на стаж веры. Допустим, если я 40 и с лишним лет уже нахожусь на духовном пути, это ничего не обозначает. Там брат мне сказал, что есть одна сестричка, которая во время молитвы она как бы скручивается, начинает кричать, а потом бесповергает ее на пол, и она начинает куверкаться на полу. И не знаем, как поступать, что делать. Я сказал, хорошо, пойдем и встретимся с этой сестрой. Пригласили эту сестру. Был я, брат и эта сестра. Я сказал, давайте помолимся. Я начал громко молиться на языках. И сестре тоже попросил, чтобы она тоже громко молилась на языках. Брат тоже молился на языках. Почему я так поступил? Потому что я подумал, если там есть бес, этот бес должен дать себе как бы обнаруживать. Именно во время духовного процесса. И я заметил, что сестра скованно молится. Я подошел к ее уху близко и сказал, громко молись. Она, когда начала громко молиться, вдруг как заорала, потом очень сильно сжимала кулаки, упала на пол и хотела вот как бы куверкаться вот так. Тогда я схватил ее за руку. В этот момент Дух Божий изнутри меня сказал, бес. Я явно увидел, что это действие беса. Я сказал, во имя Господа Иисуса Христа, оставь ее. И Дух Божий изнутри меня сказал, чист. Когда Бог показал, что бес ушел, я заметил нечто интересное. Я заметил, что сестра продолжает куверкаться на полу. Я говорю, Господи, Ты сказал, что там бес. Ты сказал, что он ушел. Ты выгнал беса. И сейчас там чисто. Господи, почему она куверкается на полу? И Бог мне открыл очень интересную тайну. Бог показал мне, что это она делает. До этого был бес, который схватил ее на почве Духа Блуда. Сейчас, когда она чист, это делает она. Потому что она в руках беса была как марионетка. И она привыкла этому. Вы знаете, что это обозначает? Огромные слоны подчиняются людям. Но благодаря чему? Я когда узнал об этом, мне было очень жаль слонам. Маленького слоненка берут и толстой веревкой связывают его ногу к большому дереву. И вот слоненок тянет, 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 тянет неделя, две недели. Вот так связанным оставляют слоненка там. И тот, который свидетельствовал об этом, говорит, что многие слоны с ума сходят из-за этого процесса. Но те слоны, которые остаются, они уже привыкли к этому, что убеждение у них такое, что они никогда не смогут порвать вот эту веревку и уйти на свободу. И когда слоны уже становятся взрослые, они сильны, маленький мальчик связывает за эту же ногу тонкую веревку и идет вместе со слоном. В любом месте, где он хочет останавливаться, он берет палочку, втыкает в землю, связывает вот эту веревку к этой палочке и слон никуда не уходит. Потому что вот это убеждение у слона остается, что он никогда не сможет порвать эту веревку. Это от детства остается у слона. Точно так же получается у человека, когда бес берет человека и Бог приходит, Бог освобождает человека, а человек думает, что он еще остается в том же положении. И человек по инерции начинает продолжать свою жизнь и думает, что он еще не освобожден. Однако Бог через Иисуса Христа освободил того или иного человека. Тогда я очень смело подошел, взял ее за руку и сказал, ну-ка прекрати. Она остановилась. Я сказал, это делаешь ты. Это не бес. До этого бил бес. А сейчас делаешь ты. Она прекратила все это. Я сказал, встань. Она встала. И я сказал, что ты была под влиянием духа блуда. Но Господь освободил тебя. И от тебя зависит, ты будешь свободна или нет. Если ты приближешься к Господу, если ты наполнишься Господом, бес ничего не может делать. Ничего. Но если ты дашь место этому бесу, он снова придет, и придет не один. Таким образом, Господь освободил эту сестру из этих оков. Пусть ее Бог благоставит и защитит. Аминь. Потом брат меня повел в больницу. Он показал одну сестру. Ей было 70 лет. Она была в больнице. Брат свидетельствовал, что это наша сестра. Она верующая, глубоко верующая, что она вот перед Господом. А Дух Божий меня говорит, что она перестала верить Богу. Она перестала верить. В ней идет большое сомнение. И Бог мне сказал, что делать. Я ей говорю, сестра, если Бог есть, если твой Иисус жив, то почему ты в таком битственном положении находишься? Почему ты болеешь? Почему ты в больнице находишься? Где же твой Бог, если Он есть? Вы знаете, она меня сказала, я тоже так думаю. Когда она так сказала, как Бог мне сказал, так и я сделал. Я достал большую купюру из моего кармана двумя руками, демонстративно показал ее, значит, раскрыв эту купюру и сказал, возьми, сестра, это тебе. Это Бог мне сказал, чтобы я дал тебе. Она взяла. Я сказал, сестра, Бог есть. И этот Бог меня послал к тебе, чтобы тебе сказать, что ты не одна, что Бог тебя не оставил, что ты не одинока, что Иисус любит тебя. Поэтому Бог меня послал сюда, чтобы об этом тебя свидетельствовать. Она заплакала. В ней вот эта вера укрепилась. Она чувствовала себя одинокой. Я не могу сказать, почему. Община там маленькая. Я думаю, что там люди ухаживали друг за другом. Они как бы не оставляли друг друга в одиночестве. Но именно в эти моменты, в эти трудные секунды человек настолько удрученно себя чувствует, эти вопросы постоянные, через чего натиск дьявола давит на человека. И человек приходит и становится перед сомнением. А когда приходит сомнение, начинает шататься вера. Вот Господь удивительным образом может 400 километров провести своего человека, чтобы через несколько слов или через действие Духа Святого помочь тому или иному человеку утвердиться в своей жизни. Бог хочет, чтобы мы были крепки. Вот два столба, которые были перед храмом Соломоновым, вот эти столбы, которых мы можем спокойно назвать столпы. Вот эти столпы, один Вуаз, другой Иохин. Вот Вуаз обозначает сила и бодрость, а Иохин обозначает Бог утвердит или Бог утверждает. Мы в нашей жизни часто нуждаемся в этом утверждении, чтобы утвердил нас Господь. А до утверждения, друзья мои, мы приближаемся к Господу и часто шатаемся, но нам не нужно останавливаться именно в таком же положении. Мы должны просто-напросто приближаться к Господу. Независимо, какое духовное состояние. Независимо, в этот день ты впал в грех или не впал в грех. В этот день ты читал Писание или не читал Писание. В этот день ты пошел на собрание или не пошел на собрание. Тебе нужно приближаться к Богу. Без Бога ты просто разоружен. Без Бога ты просто открыт для всякой атаки дьявола. Без Бога ты никто. Поэтому тебе нужно приближаться к Богу. К Богу в твоей болезни, в твоей трудности. Вы знаете, очень интересно. Я говорю, Господи Боже, вот уже три часа ночи я работаю над Писанием. Голова сильно болит, настолько сильно, мне кажется, что я с ума сойду. Я Господу говорю, Господи Боже, прошу тебя. Вот, если я с ума сойду и скажу тебе хульные слова, ты прости меня, Господи Боже. Это уже не я, Господь. Потому что я настолько сильно чувствовал эту боль, настолько сильно это на меня влияло, что вот я такие слова говорил. «Если я это спрячу от вас, я это от Бога не могу прятать, потому что это было в моей жизни. Однако, Господи, говорю тебя, я прошу тебя, я благодарю тебя, что ты допускаешь вот такую головную боль в моей жизни. Но прошу тебя, убери эту боль, пожалуйста». Друзья, через несколько секунд я обратил внимание, что нет боли. Нет боли. Это было так славно. Я даже не понял, каким образом вот эта боль ушла. Понимаете, в нашей жизни атаки бывают разные. И разными способами враг душ человеческих нападает на нас. Но нам нужно укрепиться, нам нужно усилиться и стоять перед Господом во всякое время. Бог этого хочет. И наши сердца тоже должны этого желать. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы нам это понять. Войма Господа Иисуса Христа, будьте благословенны. Мир дому вашему. Аминь.